Упражнение в распознавании глаголов среди однокоренных слов Давайте вспомним, корень слова – это общая часть родственных слов Например, хлеб, хлебный, хлебец Слова с одним и тем же корнем называют однокоренными или родственными Именно о них у нас пойдет сегодня речь на уроке Родственные слова должны быть близкими по смыслу Например, сад – это группа посаженных фруктовых деревьев Посадки – это посаженные растения Садовник – это человек, который ухаживает за растениями в саду Садовод – это хозяин сада Рассада – это молодые растения Послушаем стихотворение «Как растут слова» Как-то много лет назад посадили странный сад Не был сад фруктовым, был он только словом Это слово – слово-корень Разрастаться стало вскоре И плоды нам принесло Стало много новых слов Вот из сада вам рассада Вот еще посадки рядом А вот садовод С ним садовник идет Очень интересно гулять в саду словесном Я предлагаю вам сегодня отправиться на прогулку в сад, но не простой, а в сад однокоренных слов И наша задача – научиться отыскивать в этом саду однокоренные глаголы Итак, в путь Молодая зелень растет на лужайке Зеленая трава растет на лужайке На лужайке зеленеет трава В словах «зелень» – зеленая зеленеет Корень – зелень Давайте определим, к каким частям речи относится каждое из этих слов Что – зелень, имя существительное Какая – зеленая, имя прилагательное Что делает – зеленеет Это глагол Правильно Зелень – зеленая зеленеет однокоренные слова Потому что в них один корень Поставим вопросы Мы с вами определили у каждого из однокоренных слов часть речи И отыскали среди них глагол «зеленеет» Выполним следующее задание Обратимся к первой строке Старичок старый стареет Определим среди однокоренных слов глагол Будем задавать вопросы Итак, кто старичок – имя существительное Какой старый – имя прилагательное Что делает – стареет Это глагол Грустный грустит грусть Работаем аналогично Какой грустный – имя прилагательное Что делает – грустит Действие – это глагол Что грусть – имя существительное Переходим к следующей группе Синий – синеет синева Задаем вопрос Какой – синий – это имя прилагательное Что делает – синеет Глагол Что синева – имя существительное Итак, при помощи вопросов среди однокоренных слов Мы научились выделять глаголы Попробуем образовать однокоренные глаголы от имен существительных Работать будем следующим образом Читаем слово, задаем вопрос и образовываем однокоренный глагол Подарок Что сделать – подарить Сторож Что делать – сторожить Обед Что делать – обедать Дежурный Что делать – дежурить Морозный Что делать – морозить Просьба Что делать – просить Веселый Что делать – веселить При помощи вопросов от имён существительных мы образовали однокоренные глаголы. Я предлагаю вам немного отдохнуть, послушав весёлое стихотворение. Если бы мыло приходило по утрам ко мне в кровать, и само меня бы мыло, хорошо бы это было. Вы обратили внимание, что в стихотворении два слова записаны и произносятся одинаково. Это слово «мыло». Давайте определим, будут ли эти слова однокоренными. Ответить на этот вопрос нам помогут вопросы, которые мы задаём к частям речи. Итак, что «мыло» – это имя существительное. Что делало бы «мыло»? Это глагол. Как видите, слова записаны одинаково, произносятся одинаково, но отвечают на разные вопросы. Такие слова называют аммонимы. Поближе познакомиться с аммонимами вы можете, пользуясь словарём в конце учебника. А я предлагаю вам определить значение выделенных слов. Затопили печь, чтобы пироги – печь. Слова, которые пишутся и произносятся одинаково – печь. Итак, затопили что? Печь – имя существительное. Пироги что будут делать? Печь – это глагол. Итак, слово «печь» – это аммонимы. Будьте внимательны, их нельзя путать с однокоренными словами. Корабль дал течь, и вода стала течь. Дал что? Течь – имя существительное. Стало что делать? Течь – это глагол. Мы с вами познакомились со словами-аммонимами, которые тоже очень часто употребляем в своей речи. Переходим к домашнему заданию. Обязательно вспомните изученные части речи. Имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол. Примените свои знания, выполняя упражнение 178 на странице 104. Спасибо за работу. До новых встреч. Здравствуйте, ребята. Тема нашего урока – приемы устных вычислений вида 260 плюс 310, 610 минус 140. Сегодня мы продолжим изучать приемы устных вычислений. Рассмотрим новый способ. Итак, приступим. Рассмотрите выражения, записанные на доске. Как вы думаете, чем они похожи и чем отличаются? Абсолютно верно. Для записи выражений используются одинаковые цифры. Но для записи примеров в первом столбике использованы двузначные числа. Во втором столбике записаны круглые трехзначные числа. С этими выражениями мы с вами будем работать. Выполним вычисления в первом столбике. Для этого к единицам будем прибавлять единицы к десяткам десятки. Шесть единиц и две единицы получаем восемь единиц. Семь десятков и один десяток получаем восемь десятков. Восемь десятков и восемь единиц составляют число 88. Аналогично выполним вычитание чисел 65 и 32. Из единиц вычитаем единицы из десятков десятки. Пять единиц отнять две единицы получаем три единицы. Шесть десятков отнять три десятка получаем три десятка. Ответ 33. Перейдем к выражениям, записанным во втором столбике. Здесь выполним вычисления, используя десятки. 760 – это 76 десятков, 120 – это 12 десятков. 76 десятков плюс 12 десятков получим 88 десятков или 880. Следовательно, ответ нашего примера 760 плюс 120 составляет 880. По аналогии найдем разность чисел 650 и 320. 650 – это 65 десятков, 320 – это 32 десятка. Выполним вычитание десятками. 65 десятков отнять 32 десятка, получаем 33 десятка или 330. Рассмотрим новый прием вычислений. Нам необходимо решить пример 260 плюс 310. Будем прибавлять к первому слагаемому сотни второго слагаемого. А потом добавим десятки второго слагаемого. 260 прибавить 300, получаем 560. И добавляем 10 единиц, получаем 570. Ответ примера 260 плюс 310 – 570. Этот же пример можно решить другим способом. Будем складывать сотни первого слагаемого с сотнями второго слагаемого. Десятки первого слагаемого с десятками второго слагаемого. А затем найдем сумму 200 плюс 300, получается 500. 60 плюс 10 равно 70. Ответ 570. Как видите, один и тот же пример мы решили разными способами, но получили один ответ. Значит, при решении таких примеров вы можете использовать наиболее удобный вам способ. Выполним вычитание. 670 отнять 140. Из уменьшаемого вычтем сотни вычитаемого. 670 минус 100. Получим 570. А затем отнимем десятки. 40. Ответ 530. Ответом выражения 670 и 140 является число 530. Этот пример можно решить еще одним способом. Сначала мы будем вычитать. Сначала мы будем вычитать сотни из сотен, десятки из десятков. 600 минус 100 получаем 500. 70 минус 40 получаем 30. Ответ 530. Ответ совпал. Итак, вычисление можно выполнять удобным способом. Обратимся к учебнику и решим задачу номер 5. Составь по таблице задачу и реши ее. Из таблицы видно, что у нас работали два человека. Можно предположить, что работали ученик и мастер, так как ученик делает деталей меньше. Составим задачу. За один час ученик изготавливает 30 деталей, а мастер 40 деталей. Сколько деталей изготовят вместе ученик и мастер, если будут работать 3 часа? Чтобы узнать, сколько деталей изготовят мастер и ученик за 3 часа, нам нужно узнать, сколько же деталей изготовит ученик за 3 часа. Рассуждаем. За один час ученик изготавливает 30 деталей, а за 3 часа в 3 раза больше. Следовательно, за 3 часа он изготавливает 90 деталей. Аналогично узнаем, сколько деталей изготавливает мастер. Рассуждаем так. За час мастер изготавливает 40 деталей, а за 3 часа в 3 раза больше. Следовательно, 40 умножить на 3 получается 120 деталей. Изготавливается 3 часа мастер. Чтобы узнать, сколько вместе деталей изготовят за 3 часа мастер и ученик, мы сложим полученные результаты. 90 плюс 120 получаем 210. Итак, мастер и ученик за 3 часа изготовят 210 деталей. Я уже догадалась, что вы знаете еще один способ решения этой задачи. Задачу можно решить выражением. Сначала мы узнаем, сколько за час изготавливают вместе мастер и ученик. Это составит 70 деталей. А за 3 часа они изготовят в 3 раза больше. Следовательно, за 3 часа мастер и ученик изготовят 210 деталей. Ответ задачи – 210 деталей. Домашнее задание. На странице 69 выполните примеры под номером 1. Номер 6 вычислите, выполнив проверку. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин